Доброе утро, Якутия! Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре 3 августа и вновь сегодня в студии с вами я, Руслан Ачиров. Выходные не за горами, и мы вас продолжаем каждый день радовать своими утренними эфирами. Давайте узнаем, что мы для вас сегодня подготовили. Гидромедцентр России озвучил прогнозы на август. Какие субъекты в этом месяце будут страдать из-за осадков? Столичная администрация озвучила имя главного озеленителя города. Именно на него возлагают все надежды на следующий год, ведь в 2024 году Якутск будет встречать участников летних игр «Дети Азии». Будет ли город зеленым, зависит от этого человека. Традиционно покажем наши рубрики «Моя профессия», «Пусть мама придет» и «Киноафиши». Также будут новости из мира научных открытий и многое-многое другое. Сегодня мы разыграем два пригласительных билета в кинотеатр «Центральный». Основные условия, как и прежде, будут, конечно же, выложены в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Розыгрыш проводится только среди наших подписчиков. Если вы еще не подписались на наш телеграм-канал, то сделайте это прямо сейчас. Вам просто нужно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите перед своими экранами. И сразу поводите на наш телеграм-канал. Но, дорогие друзья, сейчас я предлагаю по традиции в начале этого дня узнать, какая погода за окном. По состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была от плюс 7 до плюс 12 градусов. В заречной группе улусов – плюс 7, плюс 14. В южных – 8 градусов выше нуля. В Вилюйской группе улусов – от 7 до 13 градусов. В Нижнеленских – плюс 15, плюс 16. В западных – плюс 17, плюс 12. В Колымо-Индигирской группе улусов – плюс 6, плюс 13 градусов. В Янских – 9,13 выше нуля. На северо-западе республики – плюс 5, плюс 12 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была плюс 12 градусов. Атмосферное давление – 749 мм ртутного столба. Ветер – штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха – плюс 24, плюс 26 градусов. Между тем, в Гидромедцентре России рассказали, какие регионы ждет избыток осадков в августе. Так, дождливее обычного в августе прогнозируется в Бурятии, Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях, в Забайкалье, на Сахалине и Камчатке, сообщил научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Также здесь он добавил, что дефицит дождей в последний месяц лета ожидается в Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях, в Башкортостане, Ямало-Ненецком, Таймырском автономных округах, на севере Красноярского края и в Якутии. Тем временем в ряде стран жара бьет рекорды, что, конечно, на руку производителям различных вещей для спасения от жары. Так, например, в Японии представили одежду с обдувом и жидкий лед. Все это было представлено на выставке, которая проходит в городе Токио. Она посвящена технологиям, которые спасают людей от перегрева в экстремальную жару. Так, часть разработок предназначена для охлаждения в большой территории, где работают люди. Это может быть и внутреннее помещение, и открытое пространство. Также много гаджетов созданы для индивидуального использования. Это различные жилетки, куртки с охлаждением, вентиляторы для шеи и охлаждающие спреи. Например, компания Akagi Foods предлагает освежиться в жару необычным замороженным напитком. Это лед, но он не твердый и не жидкий, а нечто среднее. Как рассказывает директор компании, это не похоже на еду. Об этом можно думать как о льде, который можно пить. Он почти жидкий, и его можно выпить. Поэтому мы называем это льдом, который можно пить, а не есть. Выставку по противодействию экстремальной жаре организует японская организация Ассоциация менеджмента. Мероприятие проходит в девятый раз. В нем участвуют более 60 компаний. Они представили более 100 разработок. Действия всех гаджетов можно опробовать прямо на месте. Но мы продолжаем далее. И теперь давайте узнаем, какие праздники и знаменательные даты отмечаются на календаре в этот день. На календаре 3 августа. Сегодня отмечают День арбуза, День поцелуев с зеркалом, День кучки орехов. Народный праздник Ануфрия молчаливый. В этот день на Руси почитание Ануфрия молчанника проходило непривычным образом. Люди работали, но и все действия выполняли молча. Ни единого лишнего слова не произносилось. А если уж и надобно было что-то сказать, старались обойтись одним-двумя словами, не более. Если ночь на Ануфрия молчаливого свежая и прохладная, значит зима наступит рано и будет холодной и долгой. В этот день началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет. В 1916 году на воду был спущен ледокол «Святогор», один из первенцев ледокольного флота России. В Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция на 6 тысяч номеров, построенная при содействии шведской фирмы «Эриксон». В этот день родились Борис Курчатов, советский ученый-радиохимик, доктор химических наук, профессор, брат Игоря Курчатова. Дональд Бесетт, английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссер, мастер короткой сказки с неожиданным сюжетом. Анатолий Олексин, русский, советский и израильский писатель, сценарист и драматург, автор книг для детей и юношества, общественный деятель. Мария Биешу, молдавская и советская оперная и камерная певица, педагог, народная артистка СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Николай Бурляев, советский российский актер и кинорежиссер, народный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола, член Союза писателей Российской Федерации. Именины отмечают Ян, Федор, Теодор, Семен, Роман, Петр, Иван, Егор, Евгений, Георгий, Анна. В августе на базе центра «Мой бизнес» пройдет региональный этап федерального образовательного проекта для женщин «Мама-предприниматель». Проект помогает женщинам с детьми сделать старт в бизнесе. И более подробно мы об этом проекте поговорим с нашей гостьей в студии. Это Анна Филипова, преподаватель центра «Мой бизнес». Анна, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Расскажите поподробнее о проекте «Мама-предприниматель» и как давно он проводится. Проект «Мама-предприниматель» реализуется у нас в республике уже в пятый раз. Он проводится корпорацией малого и среднего предпринимательства и Министерством экономического развития Российской Федерации. Цель проекта – это популяризация женского предпринимательства, поддержка женщин-предпринимателей или женщин, которые имеют детей, но хотят стать предпринимателями. Образовательный проект у нас предназначен для того, чтобы мамочки, которые сидят в декрете, или женщины, имеющие детей, смогли реализовать свою бизнес-идею, свое желание стать предпринимателями и завести собственное дело. В помощь для этого та участница, которая станет победительницей, получает грант от фонда «Наше будущее» в размере 100 тысяч рублей. Это замечательный старт для развития бизнеса. Каким образом будет проходить обучение участниц? Обучение у нас будет проходить с 21 августа. В течение пяти дней это будет такой образовательный бизнес-интенсив, в ходе которого наши участницы будут обучаться сертифицированными тренерами корпорации малого и среднего предпринимательства. Это те тренера, которые являются преподавателями центра «Мой бизнес». В течение вот этих пяти дней участницы не только узнают, как можно составить, разработать и упаковать свою бизнес-идею в бизнес-проект, но смогут и познакомиться, и найти единомышленников, смотивироваться и получить новые знания для того, чтобы начать бизнес. Это очень важно. И кто может стать участником проекта? Какие-то особые критерии есть, как проходит отбор, и до какого числа идут заявки? Особых таких больших критериев нет. Самое главное условие, что проект ориентирован для мам. То есть главное наличие несовершеннолетних детей, а также желание стать будущим предпринимателем. Ну а если мама уже является предпринимателем, то одним из условий является, чтобы бизнес был менее года. То есть это вот молодой развивающийся бизнес мамы. Стартует проект 21 августа, заявки принимаются до... Заявки принимаются у нас до 9 августа, поэтому мы, конечно же, призываем наших женщин, молодых мам, мам, которые хотят развить собственное дело, зарегистрироваться на портале мамопредприниматель.рф до 9 августа. Вы сказали, что победительница получает грант 100 тысяч рублей. Расскажите, как она может использовать эти деньги? Грант 100 тысяч рублей – это очень хорошая подспорь для того, чтобы начать бизнес. И вот этот грант может наша участница потратить на то, чтобы развить собственное дело, закупить различные, может быть, какое-то небольшое оборудование либо расходные материалы, то есть на развитие бизнеса. Вы отметили, что проект уже проводится пятый раз, пятый год. Вот можно, может быть, к практике немножко, да? Какие успехи участниц предыдущих лет? Может, есть какие-то примеры? Да, конечно. Центр «Мой бизнес» поддерживает связь с предыдущими победительницами конкурса «Мама-предприниматель». И хотелось бы отметить, что наши мамы свои полученные гранты потратили на развитие собственного бизнеса. Начну вот с прошлого года. В прошлом году победила Татьяна Казакова из Сунтарского Улуса. Она сейчас развивает свой бизнес в Мегино-Кангаласском районе. Она открыла свою кондитерскую. И уже очень активно работает с населением поселка по реализации своих кондитерских изделий. Далее у нас хотелось бы отметить Ниргуяну Петрову. Это студия «Крафт». Это мастерская рукоделия. Тоже, наверное, многие знают ее изделия. Или это Ольга Петрова, салон-магазин «Чукурушка». Это изделия для детей. И Анжелика Васильева, которая занимается именно прокатом и пошивом изделий для женщин. Замечательно. Да, так что видите, какой разнобой направлений. И все, можно сказать, нашли себя, обрели уверенность в завтрашнем дне. Это прекрасно. Буквально несколько секунд. Вы можете пару слов сказать, почему каждой маме нужно принять участие в вашем проекте. Ну, я думаю, что этот проект очень полезен. Во-первых, наши участницы получают возможность получить грант 100 тысяч, а также имеют возможность получить знания для того, чтобы развить свой бизнес. И каждая участница не останется без подарка. Анна, спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях был организатор конкурса «Мама-предприниматель». Ну, а сейчас мы вернемся вновь в нашу студию после небольшого блока новостей. Доброе утро, Якутия. Главные новости к этому часу. Банки будут проверять денежные переводы физлиц, блокировать на два дня подозрительные операции и возмещать деньги, переведенные на счета мошенников. Соответствующий закон опубликован. По нему банки еще до списания средств со счета должны будут проверять переводы на предмет мошенничества. Для этого они смогут сверяться с базой данных Центрального банка. Как заявил автор закона глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков за 2022 год, граждане потеряли в связи с несанкционированной переводами на счета мошенников более 14 миллиардов рублей. В Кабмине заявили о снижении безработицы среди молодежи. В первом квартале этого года уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет снижался до 7%. Это на 1,5% меньше по сравнению с итогами прошлого года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, общая безработица в стране также продолжает снижаться. Сегодня численность зарегистрированных в Центрах занятости граждан составляет 503 тысячи человек, что на 61 тысячу меньше, чем в начале года. Три года в колонии общего режима. Возможно, приведет Айхалец, который выстрелил из ружья в ногу мужчине. Суд установил, у одного из заведений поселка произошел конфликт между двумя людьми. Один из них был нетрезвый и имел при себе охотничье ружье. Он выстрелил, пуля попала в правую ногу пострадавшего. Айхалец засудили по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В законную силу приговор пока не вступил. Бойцы отряда Ботур тоже принимают участие в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики. На днях несколько добровольцев отряда вернулись на родину и сегодня на базе учебного центра. Отличившимся воинам вручены награды Российской Федерации и ЛНР. Более 80% бойцов отряда Ботур возвращаются в республику живыми и здоровыми, а на полях сражений проявляют образцовую храбрость и отвагу. Алексей Корякин, председатель общественной палаты ЛНР, вручая награды от имени республики, отметил Донбасс для якутян из Ботура – это второй дом. Есть много ребят, которые приезжают защищать интересы России на земле Донбасса во второй и даже в третий раз. Россия нас никогда не бросит. И тот вал добровольцев, который шел в 2014 году, в том числе и из Якутии. Поэтому еще раз можно констатировать то, что здесь все люди одержимы одной идеей, конечно же, отстоять свою землю. И при этом, при всем, даже сегодня в обращении мы услышали о том, что вы все прибыли отдохнуть, но не забывайте о том, что нужно закончить с домашними делами и дальше, как говорится, в бой. Семинар совещания для бухгалтеров и экономистов сельскохозяйственных организаций проводит в Амге на территории турбазы «Три березы». Участие принимает более 150 человек из 30 районов Якутии. В течение трех дней обсудят вопросы бухгалтерского учета, налогообложения и внедрения единой автоматизированной системы финансового и управленческого учета с использованием облачных технологий. Отметим, что к облачной системе к 30-му году должны подключить 150 организаций. Как мы знаем, больше половины госпрограммы, то есть 7,5 миллиардов рублей, у нас расходуется через переданные полномочия, то есть муниципальные районы. Данные средства доводят до сельхозтовропроизводителей в виде субсидий и, само собой, роль главных бухгалтеров, бухгалтеров и экономистов для эффективного использования, целевого использования данной суммы, данных средств. Она огромная и для этого вот такие семинары мы проводим постоянно, ежегодно для повышения квалификации. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой видеонаблюдения тревожными кнопками. Она также предложила привлечь к обеспечению безопасности учреждения детского отдыха и оздоровления охрану с шестым разрядом квалификации, а также провести дополнительный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и сотрудников лагерей и санаториев. А теперь настало время розыгрыша пригласительного билета в кинотеатр «Центральный». Он находится у меня в моих руках. И сегодня мы разыграем два билета на любой сеанс в течение этого года. Одним из основных условий является то, чтобы вы были нашими постоянными подписчиками телеграм-канала «Утро Якутии». Ну что, не будем тянуть время. Сейчас я озвучу вопрос, который сразу же будет продублирован в нашем телеграм-канале. От вас требуется только оперативность. И кто первым даст правильный ответ, тот и выиграет наши пригласительные билеты. Итак, вопрос звучит следующим образом. «Какой экспонат считается самым первым экспонатом Краевического музея имени Емельяна Ярославского? Что это и где было найдено?» То есть вопрос звучит следующим. «Какой экспонат считается самым первым экспонатом Краевического музея имени Емельяна Ярославского?» Что это было? Какой экспонат? И где он был найден? Ну что, первый, кто правильно ответит на наш вопрос в Телеграм-канале, получит эти два пригласительных кинотеатра «Центральный». Ну что, друзья, мы желаем всем бодрого доброго утра и, конечно же, продолжаем наш эфир. Объем выданной ипотеки в России в 2023 году установит новый рекорд. Превысит 6 триллионов рублей, спрогнозировал дом.рф. Он ожидает, что банки выдадут порядка 1,6 миллионов жилищных кредитов. Это меньше, чем в 2020-2021 годах. За первую половину 2023 года выдача ипотеки выросла в полтора раза относительно первого полугодия 2022 года. Текущий рекорд составляет 5,7 триллиона рублей. Он был установлен в 2021 году. Новый рекорд будет установлен в случае, если не будет негативных внешних факторов, говорится в докладе. Дом.рф ожидает, что банки выдадут в этом году 1,6 миллиона жилищных кредитов. Это меньше, чем было в 2020-2021, но больше, чем в 2022. Доля кредитов с господдержкой в этом числе составит 37%. Для льготных кредитов в общей сумме прогнозируется на уровне 49%. Во второй половине года выдача ипотеки останется на высоком уровне, хотя и замедлится из-за ужесточения регулирования ипотечного рынка. И ожидаемого роста ключевой ставки считает дом.рф. Между тем растет не только строительство многоквартирных домов, но и благоустройство территорий. Так мы с вами видим, что благодаря федеральной программе в столице региона, а также в малых населенных пунктах благоустраиваются парки, зоны отдыха и скверы. О том, что же хотят благоустроить жители Алмазного края, узнаем из опроса наших коллег. Активная поддержка горожан очень важна для развития города. Так голосомирницев помогли выиграть федеральный грант в 150 миллионов рублей на благоустройство городского парка в 2024 году. Давайте узнаем, какие еще места жители хотели бы улучшить в Мирном. Мне кажется, что нужно больше развлечений для детей именно. Больше может быть каких-то каруселей и для спортсменов. Белодорожки, роликовые дорожки. Больше прогулочной зоны для людей. У нас очень, мне кажется, коротковато. Можно было больше, чтобы гулять, можно было где-то. Да. Ну, на самом деле парк очень красивый, очень много насаждений. Это нам нравится. Но хотелось бы еще больше. Ну, хотелось бы побольше вольбольных площадок, в принципе, спортивную улучшить и побольше сделать. А вы знаете, что наш город выиграл 150 миллионов на благоустройство городского парка? Да, я слышал, я лично участвовал. Мы раздавали листовки. Ну, собственно говоря, предоставляли весь план, который будет проходить в нашем городском парке. Я считаю, это очень хорошо, ведь город надо развивать. Что-то для малышей, вот совсем маленьких таких деток. Потому что, допустим, там карусель есть для 6-летних, 7-летних деток, а для них вот ничего такого нет. Песочница, видите, просто все валяется. А какие еще места вы бы хотели улучшить в городе? Знаете, я считаю, надо реконструировать площадь Ленина, Ленинградский проспект и, в принципе, все памятники наши. Ну, некоторые площадки и площадь вам бы хотелось улучшить. Да, побольше скамеек сделать и развлекательных мест для детей. Если зимой есть там где-нибудь на санках покататься, на лыжах, то в летний период, кроме как сюда сходить, больше ничего нет. Насколько вообще важно участвовать в таких конкурсах, гражданских инициатив? Знаете, ведь все такие масштабные проекты, они всегда делаются вместе. То есть, чем больше участвуют людей в данном проекте, тем он лучше и, так скажем, народней. Ну, наверное, это важно, потому что не всегда в администрации города есть такие деньги на благоустройство. Все-таки это дорогостоящие проекты. Поэтому люди должны быть более активными в этом вопросе. Мы же сами здесь живем, сами обограживаем. Вместе мы можем сделать город только лучше. Пишите в комментариях, какие территории вы бы хотели обновить в Мирном. Эта неделя в Якутске назначили главного садовода. Как сообщили в пресс-службе администрации города Якутска, во время еженедельной общегородской планерки ею стала Екатерина Павлова. В сообщении уточнили, что главный садовник Якутска является гендропланиристом. Она будет оценивать состояние зеленых насаждений по центральным улицам города. Поделится рядом рекомендации по вопросам озеленения по тем растениям, которые уже высадили на территории города. Помимо этого, Екатерина Павлова примет участие по планированию озеленительных работ на 2024 год. Напомним, в следующем году Якутск примет «Дети Азии», в рамках которого ожидается приезд спортсменов из разных стран. Ну а кто такой дендролог, мы сейчас вам расскажем в нашей рубрике «Моя профессия». Доброе утро, дорогие телезрители! Мы сейчас находимся в ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета. Ботанический сад – это одно из самых любимых, популярных мест отдыха для наших горожан. Здесь растут не только привычные для Якутии растения, но и адаптированные растения, которые вот благодаря специалистам, дендрологам, они растут и выживают в наших северных и непростых, можно сказать, климатических условиях. Мы вас хотим познакомить с интересным человеком, человеком, который очень любит свое дело, увлечен на свои профессии – Сирина Григорьевна Трофимовой. В эту профессию, можно сказать, я пришла еще с самой школы, еще, может быть, даже до. И работаю я здесь с 2014 года. Первое время я работала лаборантом. И дальше, где-то менее чем через полгода, я уже возглавила отдел дендрологии. Поскольку мы говорим о профессии дендролога, о непосредственной работе, я хотела показать именно стриженные растения. То есть наверняка все знают, что растения можно выращивать как солитер, то есть как отдельно стоящее растение, или же можно высаживать некоторые в изгородь. В изгородь должны высаживаться растения, которые хорошо переносят стрижку. Наш пример – это изгородь из карагана древовидной, а отдельно как солитер, он вырастает до 4-5 метров в высоту в наших условиях. А сажая вот так вот близко друг от друга, примерно 20-30 сантиметров, можно добиться вот такой вот плотненькой изгороди. То есть дендролог занимается тоже ухаживанием, да? Конечно, изучение самого растения, дальше посев семян, после посева мы получаем сеянцы, и уже, получается, мы обязательно должны знать, как растения будут выглядеть в ландшафте. Ну дендролог еще и хирург, да, потому что он режет то, что заболело, как говорится. Вот а если деревце заболело? Видно, когда растения начинают заболевать, и есть такие признаки, как сморщивание листочков, или же такой жирный блеск. А вот здесь все ли нормально? Здесь вот немножко оно подсохло, но это уже после стрижки. А как вы подкармливаете вот эти вот саженцы? Подкормка растений происходит два раза за сезон. Фосфорнокалийные удобрения применяются осенью, поскольку они нерастворимые, а азотные удобрения применяют весной. Вот как вы используете дендрологию, биологию, ботанику в своей жизни? Во-первых, это большое удовольствие. Честно сказать, работать в офисе или же, не знаю, в другом месте я бы наверняка не смогла, потому что у нас здесь тоже все очень изменчиво. Меняется захотела, поработала с людьми. То есть у нас очень большая просвидительская деятельность идет захотела, ушла в лес, начинает изучать растения, больше начинаешь замечать красоту, что ли. У вас есть любимое растение? Ну, оно не совсем экзотическое, но оно одно из моих самых любимых растений. Так. Это яблоня. Оно не очень прихотливое, то есть, можно сказать, вообще не прихотливое. И очень хорошо зимует. Плюс шикарное цветение. Вот это дерево, деревце, во время цветения, листочков не видно, а полностью унизано белыми, такими немножко с перламутром цветочками. Плюс дальше будут ягоды. Это маленькие яблочки размером с ноготь. И это копия яблока. Вид называется яблоня ягодная. Цветет в июне месяце в течение 10-14 дней. Я вам желаю, чтобы ваша работа приносила радость не только вам, но и всем нашим телезрителям. Здорово. Спасибо большое. Спасибо вам большое. И далее наш выпуск продолжит наша постоянная рубрика «Пусть мама придет», где мы вам рассказываем о детях, которые нуждаются в семье. И сегодня мы расскажем историю про двух ребят Артема и Андрея. Познакомьтесь, родные братья – 11-летний Артем и 8-летний Андрей. Ты же учишься в четвертом классе, да? Да. А какие любимые предметы в школе? Математика, физра, музыка. Ты ходишь на самбо, да? Да. А на самбо ты сколько уже времени ходишь? Ну, почти месяц. Младший Андрей – добрый и открытый ребенок. Мне 8 лет, я учусь во втором классе. Я люблю играть и ходить в тренажерный зал. Тренажерный зал – любимое место Андрея. Здесь тренер развивает его физические данные. Придевайте машину. Вот. Андрей, а есть что-то такое, чему бы ты хотел научиться делать? Есть. Ну, боксировать. Братья по характеру очень спокойные. Артем – мальчик очень застенчивый, очень умный. Он хорошо учится. Очень отзывчивый мальчик. Всегда с охотой помогает и взрослым, и детям, и в школе. Андрей у нас активный, участвует везде, ходит на все секции, на бокс, очень подвижный, очень общительный, любит общаться и со взрослыми, и с детьми. Братья Артем и Андрей – доброжелательные и отзывчивые мальчики. Они любят проводить время вместе, всегда поддерживают друг друга, и было бы очень хорошо обрети они семью. А теперь переходим к новостям из мира науки. Так ученые оживили доисторических паразитов, которые лежали в толще вечной мерзлоты. Анализ генома круглых червей ледникового периода, которые вернулись к жизни после разморозки, показал, что это новый вид. Открытие сделали ученые из нескольких немецких исследовательских институтов. Они изучили нематод, которых обнаружили в вечной мерзлоте в Сибири. В 2018 году российские исследователи возродили к жизни двух червей из окаменелой породы в вилистых отложениях вечной мерзлоты. Радиоуглеродное датирование показало, что эти нематоды находились в криптобиозе примерно 46 тысяч лет. Исследователи отмечают, что нематоды разработали молекулярный инструментарий для выживания. Так, легкое обезвоживание перед замораживанием усилило их готовность к криптобиозу и увеличило выживаемость при минус 80 градусах Цельсия. Как и другие виды нематод, они производили тероглозу на биохимическом уровне при умеренном обезвоживании. Это позволяло им выдерживать замораживание и интенсивное обезвоживание. Изучение этих существ однажды может помочь в природоохранных мероприятиях по мере изменения климата Земли. При этом ученые не считают, что размороженные древние организмы могут содержать опасные патогены. Хоть ученые утверждают, что опасных патогенов нет, но все звучит как начало какого-то фильма. Но мы двигаемся далее. Проект «Чистая Арктика» объявил конкурс для студентов, аспирантов и молодых специалистов от 18 до 35 лет. Приз — экспедиция на Кольский полуостров, во время которой у победителей будет возможность понаблюдать за китами, посетить атомный ледокол, провести исследовательские опыты и познакомиться с учеными, работающими в Арктическом регионе. Партнер конкурса — в соцсеть ВКонтакте. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться в специальном мини-приложении, пройти тест и предложить свой проект по развитию и освоению Арктики. Экспертное жюри отберет 10 лучших проектов, их авторы и отправятся в экспедицию. Подать заявку можно до 21 августа текущего года. Подробные условия конкурса расписаны на сайте, который вы видите на своих экранах. Ну а далее самыми актуальными новостями на данный час, на данную минуту с нами поделятся наши коллеги. Доброе утро, Якутия. Новости к этому часу. Союз журналистов Сараси учредил премию в области развития связи с общественностью. Премия призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке пиар-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств и формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций. Также она направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области пиар и связи с общественностью. В Якутске завершил свою работу форум сообщества. Эксперты обсудили множество вопросов. Отдельного внимания удостоены межнациональные отношения. Гости и эксперты со многих регионов России обменялись опытом и выяснили, как в условиях языкового и национального многообразия могут взаимодействовать малочисленные народы. Учитывая, что в последнее время складывается далеко не позитивная тенденция, когда представители нации перестают говорить на родном языке, и таким образом некоторые народы начинают попросту вымирать. Глобализация многонациональной России, по словам экспертов, не грозит. Я думаю, что мы уходим на глобализацию. Что в период, когда мы тоже в какой-то степени были охвачены этим процессом, я думаю, что это уже прошлое. Потому что мы, я не зря говорил о традициях, и наши традиции были на сохранение культурного разнообразия. Нельзя отрицать естественную ассимиляцию какой-то части населения. Нельзя отрицать то, что действительно у определенных народов есть уменьшение ареала использования родного языка. В Летнике Красное озеро хозяйство в Богорах изобилие свежего молока. Работают более 10 человек. Из них 6 доярок, каждый из них доит по 60 коров. Но это не ручная работа, так как летник механизированный. Когда начинается удой, то издалека слышится гул доильных аппаратов. И свежее молоко, стекая по трубам, сразу вливается в большие охладительные емкости. Этим летом хорошие травостои, поэтому с летника каждый день направляют более 4 тонн молока в Якутский гормолзавод. За литр молока вместе с субсидией получают 93 рубля. В этом году план заготовки хозяйства в Богорах – 900 тонн молока. В животноводческих комплексах идет капитальный ремонт. Готовимся к зимнестойловому периоду. Заготавливаем сено на островных участках. В этом году по программе кормопроизводства приобрели два трактора «Беларусь». В прошлом году один трактор и роторную косилку. С помощью Минсельхоза Республики, окружной администрации города планируем в следующем году начать строительство новой летней фермы. В Якутии проведут юбилейные мероприятия, посвященные 95-летию легендарного трения Дмитрия Коркина. Дмитрий Петрович является основателем якутской школы вольной борьбы, наставником, воспитавшим олимпийских чемпионов и призеров из якутян, чемпионов СССР, Европы и мира. В рамках юбилейных мероприятий запланирован ремонт Чуропчинской республиканской спортивной школы-интерната Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича и асфальтированного участка дороги на улице Спортивная в селе Чуропча. Премьер-министр Андрей Тарасенко на заседание поручил ответственным руководителям ускорить проведение подготовительных работ и реализовать все планы в рамках юбилея. Любопытного медвежонка заинтересовала фотоловушка в парке Ленские столбы. Фотоловушка, установленная на территории родовой общины Кынат, привлекла внимание маленького зверька, и он не смог устоять перед соблазном просмотреть ее поближе. На видео медвежонок вначале резвится в траве, а затем приближается к камере и начинает с ней играться, в результате чего слегка меняется ее ракурс. При этом в кадре мелькает то лапа, то ухо маленького косолапого хулигана. На этом все. Оставайтесь с нами и хорошего дня. С 14 по 13 июля в Камчатском крае прошел финал Всероссийского слета юных туристов. Мероприятие стало самым значимым образовательным событием в детском и юношеском туризме в России в 2023 году. Слет проводился под общим руководством Министерства просвещения Российской Федерации. В финале слета на Камчатском полуострове приняли участие 25 команд из 21 региона Российской Федерации, в том числе и из Якутии. И сейчас у нас в гостях участники этого слета Яна Николаевна Алексеева, старший методист ресурсного центра «Юные якутияне», и Евгений Шестаков, участники и победитель одного из треков этого слета. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, как прошел слет, и впервые ли Якутия принимает участие в таком проекте? Да, мы принимали участие, когда еще был Советский Союз в нашей регионе. Сейчас он возобновился и начал проводиться только с 2018 года. Но, получается, там пандемийные годы тоже не было. И вот мы решили участвовать в этом году. И поехали победители республиканского слета, ребята из Ангинской станции юных туристов. Они победили в прошлом году, мы им дали возможность подготовиться. Ну и получилось так, что у них разведка боем, то есть мы никогда не ходили в такие походы, потому что, ну, в силу наших климатических условий, центральной Якутии, получается, что мы в основном водными походами занимаемся, потому что это более интересно для детей. А тут в Камчатском крае был прям пеший-пеший поход. Дети ходили 10 дней целых. Ого, 10 дней. Целых 10 дней по природному парку на Алычевске у нас мы выбрали маршрут. То есть все снаряжение, все питание, все-все-все, что нужно было необходимо для этих 10 дней, ребята носили на себе. Это было, конечно, достаточно сложно, потому что там у них были и восхождения на вулканы, и там медведи. То есть там их очень много, медведей. Ну, наша группа, слава богу, их не увидела, только издалека. Ну, вообще, конечно, очень колоссальный опыт получили ребята, потому что 10 дней совсем одни, с двумя руководителями они были. Ну, конечно, очень интересно. Камчатский край очень красивый. Там вулканы, гейзеры, просто вот такие просторы необъятные, очень красиво. То есть получается 25 команд, и, соответственно, у каждой команды свой маршрут, да? Да. И вот наши команды из республики, они шли по своему маршруту. Да, у нас была категория третьей степени сложности, то есть номинации. В ней участвовало 6 команд, и вот мы из этих 6 команд, то есть, получается, делилось по сложности маршрутов. И мы выиграли второе место, то есть заняли второе место после Новосибирской области. Отлично, это хороший результат. Да, это очень хороший результат. Мы даже сами не ожидали, если часто, потому что в первый раз, тем более, что ребята в походы такие вот, чтобы с собой все нести, такого еще опыта у них не было, потому что в одном походе там свои сложности, но ты просто не несешь все свое с собой. Вот девчонки у нас выступали. Культурный программ. Да, да, обязательно это вот показать. Здорово. Евгений, расскажи, в каком треке ты принимал участие непосредственно? Я принимал участие в треке «Хронометрис», то есть, моя обязанность входила записывать во сколько, как и где проходят каждые остановки, привалы и события, в принципе. Ну и вот. На самом конкурсе у нас как бы была дистанция, мы должны были пробежать 10 метров по порядку, то есть, начиная с капитана, заканчивая медиком. И вот, там вопросы мои были, что я должен был пройти в самом походе. И как бы моя практика, там два здания, теоретика и практика, теория. И у меня практика была записывать каждое время, вот, как бежит человек. И мы же бежали с чипами. И мы, я записывал в свой журнал, сколько каждый человек проходит. И там, то есть, насколько правильно ты сделаешь, если оплошность больше 10 секунд, то, то есть, добавляются штрафные баллы. А, то есть, на, еще проверочный чип находится на участнике. Да, то есть, он электронная отметка, и его записи должны, ну, максимально совпадать должны. Я знаю, что он занял первое место. Да, потому что погрешность у него была всего одна секунда, представляете? Одна секунда. Молодец. Первое место на России по должности хронометриста. А какие еще были? А вот команда состоит из 8 человек, и у каждого своя должность, так называемая. Там есть капитан, ну, понятно, что он руководит полностью всеми ребятами. Штурман, который следит за картой и говорит, как идти, чтобы не отклонялись от курса. Хронометрист, как раз-таки Женя, то есть, он должен был отмечать каждую остановку, каждый привал и так далее, да, чтобы вычислить общее время пути пешком. Ну, в смысле, время пути. Потому что это уже оценивается, и за 10 дней 99 километров они преодолели за 69 часов. То есть, это очень хороший результат считается, поэтому, то есть, это тоже повлияло на второе место. То есть, там много с чего состоит оценка, и самое главное, это, конечно, отчет. Значит, ну, естественно, там у нас есть человек, который отвечает за снаряжение, за питание, обязательно медик и краевед. Значит, научные сотрудники Наланческого природного проекта, дали нам задание принести пробы воды. То есть, нужно было отметить, с какого источника берем, отметить там координаты. Ребята с этим тоже справились. И когда отчет предоставляли, у них было задание показать на карте, в каком месте вы набирали воду. То есть, а наши ребята, они все ориентировщики, поэтому это большой тоже плюс. В нашем регионе ориентирование тоже очень хорошо развито. И получается, что это большим бонусом тоже было. То есть, они сразу показали все, и это тоже учитывалось при общей оценке нашего похода. Отлично. Евгений, скажи, как давно ты занимаешься туризмом? Я занимаюсь туризмом полтора года. Нас в классе в седьмом позвали на проверку. И в первый же месяц практически у нас отсеялось большинство ребят. Там нас позвали человек 10-13, может. И вот в первый месяц там была только практика про туризм и ориентирование в принципе. И вот осталась наша сборная из четырех человек. И чуть позже, через месяца три, пришел наш пятый. И вот так мы занимаемся обычно туризмом в зале, туртехника и на улице. И то же самое с ориентированием. Можем обычно выезжать в парк или там за Амгу на какой-то там на третий, может, пятый километр обычно ездим. Ну, как я понял, вы являетесь, ваша команда поехала в этом году, но вы были победителем предыдущего, прошлого года по республике. А ты занимаешься только полтора года. То есть на тот момент ты занимался только полгода туризмом, да, и уже заняли первое место. Да. И получается, что... А в этом году кто выиграл и кто поедет вот на следующий год на Всероссийск? В этом году выиграла сборная команда Мегин-Конгласского района. То есть они тоже будут уже... Я хочу в этом году пораньше сделать положение, чтобы ребята смогли подготовиться. У нас потому что немножко в другом формате республиканский слет проводится. И мы сейчас будем его максимально подводить под стандарты российского, чтобы нашим детям было комфортнее участвовать, чтобы они знали, что их ждет. Потому что вот ребята из Мегинского района, получается, у них разведка боем получилась. И причем даже на Всероссийском слете меняются форматы, чтобы было не одинаково, чтобы всем было интересно разнообразить, так сказать, программу слета и так далее. Кроме похода у нас еще были конкурсы по должностям, как я говорила. Каждая должность должны были показать теорию, рассказать и показать все это на практике. Потом еще был у нас краеведческий конкурс. Так как это всероссийские соревнования, то есть вопросы были по всей России. То есть, получается, с запада на восток мы шли, и вопросы были по регионам. Очень интересные. Мы вот как представители тоже создали свою команду, поролись с детьми. Ну, было очень увлекательно. И, ну, очень интересная, насыщенная была программа. То есть 10 дней они были в походе, и 3 дня у нас были конкурсы. И на награждении присутствовал у нас министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. И наш бывший земляк, губернатор Камчатского края, Солодов. Иоанна, расскажите, как можно попасть детям в ваше учреждение, то есть присоединиться к такому туристическому движению? Ну, да-да-да. Значит, станция юных туристов у нас, к сожалению, сохранилась только в Амгинском области. Стоит их, конечно, похвалить, потому что они ведут очень сильную работу в плане дополнительного образования. Еще есть центр туризма и экскурсии в Верхоянском Улусе. Очень сильная у нас, получается, туристко-кровическая деятельность ведется в Центре дополнительного образования Мегин-Кангасского Улуса Кирилей. Также в Татте, в Тампонском Улусе. Ну, к сожалению, не везде, но в городе Якутске у нас во Дворце детства есть кружки, в разных школах занимаются педагоги. Спасибо вам большое. Мы поздравляем с отличным результатом. Желаем дальнейших успехов. Ну, а сейчас, дорогие друзья, предлагаем вам узнать, какие кинопремьеры ждут жителей и гостей столицы в столичном кинотеатре «Центральный» в эти выходные. Но я напоминаю, что мы сегодня разыгрываем в нашем телеграм-канале «Утро Якутии» два пригласительных билета на любой сеанс кинотеатра «Центральный» в течение этого года. И у нас уже есть победителя, о котором мы расскажем сразу после этой рубрики. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с 3 по 9 августа. В этот раз кинотеатр представляет сразу три премьеры. Это «Боевик. Криминальный город. Три разборки в Пусане», семейную комедию «Баба-яга спасает мир» и ужасы «Корабль призраков». Корейские кинопрокатчики решились захватить российский рынок. Европейские санкции дали им толчок для выхода на отечественный рынок. И, пожалуй, это лучшее решение, ведь корейские фильмы полюбились российским зрителям. Так, с сегодняшнего дня в кинотеатре «Центральный» начинает крутить остросюжетный южнокорейский боевик «Криминальный город. Три разборки в Пусане». Фильм рассказывает об отважном герое, который справляется с плохими парнями, используя особые методы. Режиссером фильма является Ли Сан Йонг, ответственный за предыдущую часть франшизы «Криминальный город 2». Примеры этого боевика обещают быть захватывающей и полной экшена. Зрители смогут насладиться динамичными сценами боя и напряженной атмосферой, созданной в фильме. «Криминальный город. Разборки в Пусане» обещает стать одними из самых ярких кинопроектов этого лета. Не пропустите премьеру боевика «Криминальный город. Разборки в Пусане» 3 августа, то есть сегодня, и окунитесь в захватывающий мир криминальных разборок и борьбы с преступностью. Вы уже в конец обнаглели. Отморозки. Для семейного похода в кино кинотеатр «Центральный» предлагает комедийный фильм «Баба-Яга спасает мир». Фильм рекомендован тем, кто соскучился по русским сказкам на большом экране. По сюжету школьник попадает в волшебный лес, где живут герои древних былин под магической защитой «Бабы-Яги». Колдовство ведьмы внезапно слабеет, и веками дремавшее зло вырывается на свободу, чтобы поквитаться за давние обиды. Теперь сказочным героям нужно отправиться в современный город на поиски артефакта, способного исправить ситуацию. Бабуль, год рождения? Гарриныч, в каком году Новгород Дотла пожег? Вот и прибавь пять веков. А для любителей пощекотать свои нервишки кинотеатр начинает показ очередного фильма ужасов «Корабль призраков». Сюжет картины рассказывает о знаменитом трансатлантическом лайнере «Королева Мэри» – самом зловещем корабле в истории. Он превосходит по размерам «Титаник», и в прошлом на его борту произошло немало несчастных случаев и загадочных смертей. Жуткие события 1938 года таинственным образом переплетаются с судьбой семьи, путешествующей в наши дни. Чтобы спасти ребенка, родителям предстоит столкнуться с призраками проклятого корабля. Только не забудьте выключить смартфон и другие гаджеты перед просмотром. И полное погружение в мир тайн, ужасов, преследований и кошмаров вам гарантировано. «Корабль призраков». Также кинотеатр «Центральный» продолжает показ фильмов Жанна Дюбари, комедию Запалыча, боевик «Флэш», ужасы, реинкарнация «Новая глава» и анимационный мультфильм «Просто супер». Так что в эти выходные, если у вас будет пару часов свободного времени, то смело идите в кинотеатр, чтобы разбавить свой досуг. Всем приятного просмотра и увлекательных выходных! Сейчас предошло время, чтобы объявить победителя, которым достаются эти два пригласительных билета в кинотеатр «Центральный». Напомню, нужно было быть подписчиком нашего телеграм-канала «Утро Якутии». И первым на правильный ответ дал пользователь «Стрекал», то есть самый первый экспонат Кровеческого музея – это череп бизона, найденный в 1886 году на берегу реки Вилюй. Мы поздравляем и, конечно, прощаемся с вами уже до завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!